Четвертая книга Моисея, числа, глава девятнадцатая Не было ярма, и отдайте ее Елеазару, священнику, и выведет ее вон из стана и заколет ее при нем, и пусть возьмет Елеазар, священник, перстом своим кровью ее, и кровью покрапит к передней стороне скини и собрания семь раз, и сожгут лицу при его глазах, кожу ее и мясо ее и кровью С нечистотою ее пусть сожгут, и пусть возьмет священник кедрового дерева и из сопа, и нить из червленой шерсти, и бросит на сожигаемую телицу, и пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И, сожигавший ее, пусть вымоет одежды свои водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы, и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех. И, собиравший пепел телицы, пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у вас, да будет уставом вечным. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней. Он должен очистить себя с сею водою в третий день и в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего и неочистивший себя, осквернит жилище Господне. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою. Он нечист, еще нечистота его на нем. Вот закон, если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет семь дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитым мечом или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет семь дней. Для нечистого пусть возьмут пепло той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд, и пусть кто-нибудь чистый возьмет и соп, и омочит его в воде, и окропит шатер, и все сосуды, и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или к гробу. И пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день, и вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительной водою он не окроплен, он нечист. И да будет это для них уставом вечным, и кропивший очистительной водою пусть вымоет одежды свои, и прикоснувшийся к очистительной воде нечист будет до вечера. И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто, и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера.